Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить». Это ежедневный выпуск, в котором наши авторы постараются рассказать о наиболее интересных и запомнившихся событиях, произошедших в Рязани. Как обычно, значимых для жизни горожан событий произошло немало. Вот краткий анонс сегодняшнего информационного выпуска новостей. Борьба со снегом. Коммунальщики и инспекторы ГИБДД просят водителей не оставлять свои автомобили на проезжей части. День борьбы с онкологическими заболеваниями. Статистика и перспектива от практикующего доктора. Теперь можно и по интернету. У осужденных в рязанских колониях теперь появилась возможность заказывать посылки через мировую электронную сеть. Ну а теперь обо всем подробнее. Нападавший на рязанские улицы и тротуары в начале недели снег создал много неудобств автомобилистам, пешеходам да и городским властям. Хотя за уборку снега взялись коммунальщики весьма рьяно. Администрация города сообщает о круглосуточной работе как снегоуборочной техники, так и почти двух сотен рабочих. Начиная с этих выходных, работники коммунальных служб работают практически в авральном режиме. Днем, по словам начальника спецавтобазы по уборке города Георгия Орлова, ведется посыпка городских улиц противогололедной смесью и песком. Ну а ночью происходит вывоз снега. Дирекция благоустройства «Всеоружие», я считаю, встретила это погодное явление. И уборка снега, она была организована, вы можете видеть сами об этом. Улицы города чисты, они свободны для проезда, обработаны. И, в общем-то, гололеда практически нигде нет. А где он только появляется, мы сразу засыпаем его песком. Как это достигается, ну, в этой связи основную, конечно, работу мы проводим в ночное время, это по вывозу снега. Вот сегодняшнюю ночь было привлечено на уборку 87 единиц техники. Значит, непосредственно в момент снегопада мы также осуществляем действия, которые необходимы для того, чтобы наши улицы были чисты. Ну, в частности, как только снег пошел, начинается обработка улиц песко-соляной смесью. Обратил внимание на проблему с вывозом снега губернатор Олег Ковалев. Он поручил региональному министру транспорта и автомобильных дорог, а также главам администрации районов, обеспечить своевременно расчищать улицы. Сейчас снег мокрый, как только морозы ударят, он превратится в наледи, потом ничего не сделаем с ним. Сейчас зачищаться, зачищаться, зачищаться. Коммунальщики сообщают, что основной вывоз снега производится в вечернее и ночное время суток. Основной проблемой, которая мешает нормальной работе снегоуборочной техники, коммунальщики считают неправильно припаркованные автомобили. Потому чиновники из Управления благоустройства просят водителей не оставлять свои авто на проезжей части, особенно на центральных улицах. А инспекторы ГИБДД сообщают, что помимо грейдеров, тракторов и грузовиков, на дорогах будут работать еще и эвакуаторы. Помимо снегоуборочной техники, также ночью будут работать эвакуаторы, поэтому убедительная просьба водителей транспортных средств не оставлять свои автомобили на проезжей части в избежание последующих проблем с возвратом своего транспортного средства со спецстоянки. Такие меры, конечно, будут применяться только к нарушителям. Однако, чтобы городские дороги и тротуары были чистые, надо идти на помощь коммунальщикам и уважать их нелегкий труд. Ежедневный нелегкий труд ведут и врачи-онкологи. Сегодня во всем мире отмечается день борьбы с онкологическими заболеваниями. Согласно статистике, заболеваемость с локачественными новообразованиями в нашей стране не самая высокая в мире, но она растет ежегодно примерно на полтора процента. И сейчас составляет 230 человек на 100 тысяч населения. А всего получается, что около трех миллионов человек страдает от рака. Всемирный день борьбы против рака ежегодно отмечается 4 февраля. Его целью является повышение осведомленности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, а также привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания. Но медицина не стоит на месте. Сейчас продолжительность жизни людей, пролеченных от новообразования, растет. При этом заболеваемость с злокачественными новообразованиями в нашей стране не самая высокая в мире. О том, как с этим страшным заболеванием обстоят дела в нашем регионе, мы узнали у врача-онколога Николая Веркина. Заболеваемость остается у нас достаточно высокая в Рязанской области. Она занимает где-то серединный центральный федеральный округ, середнички чуть пониже, чем в среднем по центральному округу. Но достаточно высокая заболеваемость у нас. Где-то 20-21 на 100 тысяч заболеваний. Смертность в этом году чуть пониже стала заболеваемость злокачественных. Где-то чуть побольше 7% чем в предыдущий 2013 год. Но это связано с несколькими причинами. И лучшей диагностики ранних стадий, и, может быть, лечение более стало квалифицированным. Посещаемость поликлиники в онкодиспансере выросла в разы. Динамика немножечко сейчас изменилась. Сейчас в связи с появлением новых методов диагностики, таких как маммограф, фиброгастроскопия, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, есть тенденция к раннему выявлению больше опухоли. Поэтому мы сейчас имеем запущенность, может быть, на предыдущем уровне осталась, но зато есть тенденция к более раннему выявлению злокачественных опухолей. Это хороший показатель. Накануне во второй колонии, это на Ворошиловке, состоялась пресс-конференция по вопросам новой современной услуги для осужденных. С недавнего времени заключенные могут заказывать посылки через интернет-магазин. О том, как работает новая форма оплаты, рассказал директор предприятия торговли «Калужская ФСИН России» Андрей Мухеддинов. Побывал на второй колонии Олесь Харлина. Обычные рабочие в колонии получают 3000 рублей в месяц. Те, кто отбывает наказание согласно строгому режиму – 1000. Делать покупки в магазине можно не более чем на 500 рублей. Все рабочие разделены по бригадам, и у каждой из них свой персональный день похода за покупками. Как работают в соседних регионах интернет-магазины? Родственники или друзья заключенного заходят на сайт в СИН-заказ, заполняют стандартную форму и отправляют заявку. Оплатить ее можно через электронные кошельки, банковские терминалы или переводом с карты. Как правило, срок доставки занимает всего 3-4 дня. Либо сам осужденный выбирает, чего ему не хватает на данный момент, и тоже отправляет заказ, оплачивать который будут его близкие. Тем, кто отбывает наказание в Рязанской колонии номер 2, такие перспективы явно по душе. Перечень ассортимента увеличится, то есть, соответственно, вы друг другу уже верите, да, ваша организация и так далее. Это одна сторона. А другая сторона то, что я думаю, все-таки лимит ограничения все-таки должен сняться, потому что везде эта практика уже есть. Это не входит в основную политику уголовно-исправительного кодекса. 20 килограмм, которых не хватает, не секрет, да, что мы съедаем это за 2-3 дня. Будет определенный досмотр проводиться, не как раньше, то есть, могут досмотреть, развернуть и так далее. Сейчас вынуждены родственники придавать там в развернутом виде и так далее, из упаковок вынутый и так далее. То есть, магазин уже будет давать гарантии, то есть, качество продуктов. После полученной заявки сотрудники магазина начнут собирать заказ. Если подтверждается, что человеку положены посылка или бандероль, ему их выдадут. Людям больше не нужно специально ехать из другого города, стоять в очередях, а потом нести в изолятор тяжелые пакеты, дабы порадовать оступившегося сына лишним килограммом печенья. У меня пожилые родители, я сам уже тоже в возрасте. И до этого времени, очень много времени, средства затрачивали на то, чтобы сюда попасть, далека едут из Москвы, из Питера. Чтобы сузить круг бытовых и технических вопросов, которые неизбежно появятся с организацией на территории рязанских колоний, интернет-магазинов, и была организована пресс-конференция, возглавил которую Андрей Мухеддинов, директор предприятия торговли «Калужская» в Сен-России. Когда мы заключаем договора именно по интернет-поставке, мы всегда говорим посылщику, что товар должен быть зафиксирован на определенное время. Скоро узнаем, насколько быстро приживется популярная услуга в нашем регионе. Что до преступления, то, как считают рязанские полицейские, значительно уменьшилось число правонарушений со стороны несовершеннолетних. Причина такой положительной тенденции, как считают работники регионального МВД, введение комендантского часа. Безопасность детей превыше всего. Сотрудники полиции на регулярной основе проводят профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений комендантского часа. По данным ведомства, введение регионального закона об ограничении нахождения несовершеннолетних в общественных местах после 22 часов привело к значительному снижению преступлений в отношении детей. Контроль за соблюдением закона о комендантском часе для несовершеннолетних ведется полицейскими ежедневно. Но в выходные и праздничные дни количество нарушений, как правило, увеличивается. И стражи правопорядка вынуждены принимать дополнительные меры по профилактике. Вот и в минувшие выходные сотрудники полиции во время рейда изловили несколько подростков с явными признаками алкогольного опьянения. При проведении рейдовых мероприятий в минувшие выходные полицейскими были остановлены сразу несколько несовершеннолетних с заметными признаками употребления алкогольных напитков. Подростков полицейские доставили по месту жительства и передали родителям. Составлены необходимые в данном случае административные материалы. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родителям не допускать нахождение детей на улице без присмотра в позднее время. Ведь встретить на своем пути дяденьку полицейского для подростка далеко не худший вариант, нежели повстречать человека со злым умыслом. Время сейчас, как известно, неспокойное. Аризанские госавтоинспекторы сообщают подробности наезда на пешехода, который произошел вчера в Скопине. Там под колеса снегоуборщика попала пожилая женщина. Во вторник вечером в Скопине произошла трагедия. 51-летний водитель ремонтно-строительной организации, управляя КАМАЗом, оборудованным снегочистительным отвалом, двигаясь по дороге с поднятым ковшом, совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая за неимением тротуара была вынуждена двигаться по краю обочины. По словам водителя, пенсионерка поскользнулась и упала прямо под колеса грузового автомобиля. Со слов водителя КАМАЗа, увидев на проезжей части женщину, он принял влево, чтобы ее объехать. И в тот момент, когда транспортное средство приблизилось, женщина поскользнулась и упала, в результате чего произошел наезд. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Сейчас по данному факту проводится проверка. И к более жизнеутверждающим темам. Пруд на улице Новоселов рядом с остановкой 11-я больница уже давно стал излюбленным местом отдыха жителей Дашково-Песочни. Дело в том, что там расположилась большая колония водоплавающих птиц. Покормить уток приходят как молодые, так и более взрослые жители микрорайона. Эти водоплавающие давно освоили городскую среду. Здесь более мягкий микроклимат, есть много пищи и незамерзающих водоемов. Городские утки на прудах Рязани украшают окружающую среду и радуют людей. Согласно статистическим данным, в начале 90-х на прудах обосновалось рекордное количество, после чего численность птиц пошла резко на убыль и снизилась. Рост численности стал заметным в 2010 году. И, как отметили орнитологи, он зависит от уровня жизни горожан. Так, утки любят полакомиться белым хлебом, который приносит горожане на пруд для них. Однако в трудные времена у людей не было возможности регулярно подкармливать этих птиц, что и повлияло на их число. Ко всеобщей радости нужно отметить, что сейчас обстановка изменилась и утки не голодают. Птиц здесь достаточное количество, что уток, что голубей. В этом году уток больше, чем в том году. Поэтому, скажем так, зима, сами понимаете, время суровое, с едой проблематично. Поэтому вот с ребенком ходим. И ребенку на радость. В том году они как-то улетели на зимний период. То есть, я не знаю, может быть, просто пруд больше замерзал. В том году было меньше. А в этом году хватает. Они уже такие ручные? Они уже ручные, да. Они уже никого не боятся. То есть, довольно-таки близко подходят. Вот когда по берегу, вот с той стороны пруда находишься, то есть они очень часто поднимаются наверх. К людям очень, скажем так, спокойно относятся. Но если их не пугают вот такие товарищи. Часто мы с ребятками приходим кормить уток. Им очень нравится. Уток много. Они все красивые. Ребятки вот очень всегда любят кормить. Основная часть уток представлена утками-кряковыми, самки которых имеют неприметную внешность, а самцы – ярко-зеленый окрас головы. Крякова – это особенная птица. Крупная, с размахом крыла до одного метра, с продолжительностью жизни до 25 лет. Птица в полете развивает скорость до 90 км в час. Причем садится на поверхность водоема под острым углом, а взлетает почти вертикально и без разбега. И на таком добром и позитивном моменте наша программа подошла к концу. Напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпании «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо житейские проблемы, неудобства, либо вы стали свидетелем происшествия и хотите поделиться своей историей со зрителями, то звоните нам, и авторы программы «Время говорить» постараются помочь. Ждем ваших телефонных звонков. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии стал заведующий вторым онкологическим отделением областного клинического онкологического диспансера Николай Веркин. И речь в беседе пойдет о дне борьбы против рака. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин